МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и некоторые другие, появился не без участия спецслужб. Обсудим сегодня в прямом эфире программы «Вечер. Лайф» с фотографом, тревел-блогером Александрой Лебедевой и психологом Ольгой Войновской. Добрый день, дамы. До эфира, честно говоря, есть такой грешок. Заглядывал в ваши странички в Инстаграм, прошерстил от и до. С Ольгой мы давно уже знакомы. Не один лайк поставили друг другу. А вот у вас, Александра, одним подписчиком стало больше, с чем вас и поздравляю. Так вот, вы в челлендже не участвуете? Потому что я вот таких фотографий не увидел. Ну, в принципе, это необычно для вполне успешной инстаграмщицы. Почему? Ну, честно сказать, участвовала в челлендже. Единственное, добавляла свои фотографии в сториз. Они сутки там провисели. А, то есть вот так, на сутки по-быстренькому, да? Да, да, да. Посмотрели, галочку поставила, да, все. Ну, а чем руководствовались, когда приняли участие? Что вот нужно, нужно обязательно поучаствовать, все участвуют, а я что? Ну, на самом деле, это просто очень интересно сейчас, хайпово, скажем так, и интересно подписчикам посмотреть, какой я была раньше, а какой я стала сейчас, наверное. А вы вот своих подписчиков привлекаете чем? Хайповыми темами, да? Или все-таки каким-то интересным контентом? Я стараюсь, скорее, интересным контентом. Ну, и похайпить не прочь, да, как показывают практики? Ну, периодически можно. Вот с точки зрения психологии, как расценивать участие людей в подобного рода челленджах? Вот почему они так популярны? Миллион, миллионы людей по всему миру. Ну, вы знаете, вот все новое, да, вообще у психологов всегда вызывает некоторую осторожность, мы оценок еще никаких дать не можем, что это и почему это, то есть как бы исследований нет, да, таких. Но вот что-то в этом интересное есть, особенно вот в этом последнем движении, что-то такое интересное есть, и мы как про нас любят шутить, что психолог всегда найдет то, чего там и нет, вот меня в этом последнем тележе заинтересовал больше вопрос времени. Вот 10 лет, вот тогда и сейчас, что это человеком движет? Воспоминания, тоска, ну, что-то в этом есть и глубинное, но мы еще как бы до конца не поняли, будем думать. Ну, ваше в большей степени отношение позитивное или негативное? А то, о чем мы говорим сейчас, позитивное, но мы же знаем, что у этих челленджей есть и другие темы, которые вообще требуют, ну, отдельного разговора, такие деструктивные, я бы сказала, такие с очень агрессивным смыслом, но это уже другая проблематика. Это другие челленджи, да? Это безобидные на ваш взгляд? Да, это безобидные, интересные даже, и, ну, то есть, ну, пока больше оставляет таких каких-то приятных моментов для анализа, чем вот паранойи тут меньше пахнет. Ольга, но вот с другой стороны, суть челленджа в чем? Показать те изменения, которые произошли с человеком за последние 10 лет, в данном случае, если 2009, ВС-2019, да, 10 лет, пожалуйста, изменения внешние, чего человек добился, достиг какого-то успеха, да, Но по факту получается, что вот глядя на многие фотографии, складывается впечатление, что у нас просто молодильные яблоки растут. Вот честно говоря, просто ты смотришь на эти фотографии и понимаешь, что, условно, в 2009, допустим, девушка, да и мужчина тоже, чего греха таить, выглядели порядком хуже и куда старее, нежели вот в 2019, 10 лет спустя. Разве это не подмена понятий, ценностей, самой реальности? Ну, вы знаете, здесь же мотивация совершенно у всех будет индивидуальная и разная. Мы же видим картинку, как бы, ну, тело, например, или внешность, да, мужчины, смотрю, выкладывают спортивные фигуры, был толстенький, стал такой накачанный, девушки все, прихорашиваются красавицей, макияж там, где-то, может быть, даже пластика, когда женщина даже красивее спустя 10 лет. Но это мы картинку видим. А вообще, для психологов очень важно, чтобы человек оглядывался на прошлую жизнь. Вот мы перед Новым годом как-то говорили, что год, мы даем оценку, как год прошел, какие-то такие вещи, а вот 10 лет оценку дай своей жизни. Да, пусть она на фотографии выглядит как внешность, но мы же все помним тот, ну, сгусток впечатлений, который был вот на той фотографии в твоей той жизни. Это гораздо глубже смысловая составляющая, чем просто внешность. Александр, ну, а для вас это тоже такие какие-то сверхценности переосмыслить прошлое, 10-летний период жизни, который уже прошел? Или все-таки, эх, все выкладывают, и я выложу? Да нет, скорее первое. Да, и я сейчас подумала об одной вещи, о том, что человек вряд ли будет выкладывать фотографию там, где он был хуже. Зачем это показывать, да? То есть, если он был 10 лет назад каким-нибудь там красавчиком, а сейчас он стал совершенно другим, изменился в худшую сторону, то он, наверное, не будет участвовать в челлендже. Ну, я вам сейчас расскажу, как этого избежать, да? Вот по факту девушки часами просто сидят в салонах ради одной фотографии в Инстаграм, ради этого челленджа, да? Они выбирают фотографию в этих архивах, как я вначале сказал, потом сидят в салонах, нанимают фотографа, прекрасная фотосессия, выбирают лучшие, да? Это еще несколько дней мучений, да? И потом выкладывают на зависть подругам школьным, может, и не школьным, да? Вот насколько я стала хороша и прочее, и прочее. Но вот до начала эфира вы сказали фотошоп. Не проще ли действительно воспользоваться такими услугами? Вы знаете тех людей, которые вот ради этого челленджа обращались к мастерам фотошопа? К мастерам фотошопа? Нет, не знаю, но тем не менее, я думаю, что таких достаточно людей. Ну вот вы свои фотографии в Инстаграме обрабатываете? Конечно. Сильно обрабатываете? Ну, обрабатываю. Смотри, какая фотография. Просто там фотографий со мной лично с лицом, с портретами очень мало, но природа, да, обрабатываю. Ольга, это вот другой вопрос уже из области психологии. Действительно, когда мы заходим в социальную сеть и видим, какие все красивые, какие все успешные. Кто-то там в баньке где-то парится, кто-то поехал на Мальдивы, да? Кто-то еще что-то там в стильном пиджаке, все дамы просто на выданье, да, в свои там условно 60 даже. И человек, который все это просматривает, да, конечно, он не хочет отставать, да? Он пытается что-то подобное сделать, но в то же время неужели не падает его самооценка? Неужели не вселяются в него комплексы? И вот с психологической точки зрения не страдает ли его разум? Ну, опять-таки, хочется сказать о каждом конкретном уже даже не человеке, а возрастной категории мотивации. Вот тут прозвучало слово там, ну, девочки обзавидовались бы. Ну, это мы имеем в виду, скажем, или подростковый такой возраст, юный, да, девушек, когда это вообще важно. Вот это вот, ну, поймите меня правильно, зависть, когда формируется вот еще девушка, как конкуренция здоровая такая, чтобы вот как бы быть получше, покрасивее, поухаживать за собой, может быть, даже за своим интеллектом. Ну, а возрасте, поддержание статуса. Да, да. Но вот другое дело, когда у взрослого человека, уже у взрослой женщины эта мотивация, это некоторая инфантильность уже тут требует, ну, отдельного анализа. Вот, так вот, а есть такие, я вам скажу, в практике случаи, когда, ну, приходят взрослые женщины, говорят, ну, вот я вынужден ввести Инстаграм, вот это выкладывать, что там модно, вот это сделайте. Мне говорят, я даже его не веду, говорят, за меня ведут Инстаграм, и там вот, ну, вот модно вот этот челлендж, сделай мне этот челлендж, кинь, я типа модный. Ну, как будто я, ну, как будто я на волне, я как бы современный. Поэтому мотивация очень разная, поверьте мне, Саша. Александра, для вас вот Инстаграм, социальная сеть, ну, в большей степени Инстаграм, да, у вас там большое количество подписчиков. Напомню, еще на одного стало больше, жду обратной реакции. Так вот, для вас это, вот, как сказала Ольга, это обязанность, или это все-таки удовольствие, или способ заработка? Инстаграм? Это, во-первых, хобби, во-вторых, удовольствие, ну, и способ заработка. Я как бы пишу о путешествиях, о Крыме, и, скажем так, блогеры, которые travel, да, их периодически приглашают в разные блог-туры. Вот, благодаря, допустим, Инстаграму я побывала в Грузии, в Армении, в Кабардино-Балкарии, то есть, приглашенная была, ну, вот. По Крыму тоже ездила от Министерства по туризму, выступала на открытом Крыму. А вот фотографии тех объектов, за которые, ну, по сути, вам платят, да, вот, за размещение, вы их тоже обрабатываете в фотошопе? Я делаю легкую. То есть, по сути, это реклама, ну, грубо говоря, это просто реклама. Не то чтобы реклама, я просто показываю места, в которых я была, и пишу о них информацию. То есть, это даже не реклама, это больше вот. Александра, отошли мы все-таки, наверное, от главной темы, да, все-таки вернемся к челленджам, да. Начали это движение все-таки звезд, да, но всегда простые люди за серебрити пытаются следить, им каким-то образом подражать, думая, что вот какую-то толику успешности они все-таки и смогут навлечь на себя, да. Вот если говорить о моменте подражания, да, человек все-таки с годами меняется. Девятый год, девятнадцатый год, десять лет прошло, и появилось такое предположение, что это на руку спецслужбам, и якобы именно они затеяли подобного рода флешмоб, учитывая, что база данных лиц, она требует обновления, да, этот десятилетний период прошел, и все-таки нужно какое-то пополнение архивчиков, так скажем. Ну, мне кажется, это скорее нет, чем да. Честно, мое мнение, потому что, во-первых, не все люди это делают, это делают люди, которые сидят в интернете и так выкладывают свои фотографии в более чем достаточном объеме. Вот, я думаю, скорее нет. Ольга, на ваш взгляд, это просто страшилка? Сама эта мысль, да, немножко напоминает мне, ну, паранояльную какую-то штучку, поэтому я тоже соглашусь с Сашей, что я больше думаю, нет, чем да, что это не так, потому что, ну, слишком, ну, вот точно паранояльный какой-нибудь акцентуированный характер, именно так бы и подумал. Хорошо, но повернем в другое русло, но просто на эту же проблему посмотрим с другой стороны, да, уже не со стороны спецслужб, а со стороны, допустим, маркетинга. Человек, то есть благодаря этому мы понимаем, что человека интересует, благодаря его фотографиям в социальных сетях, благодаря этому различные компании, они понимают, какой продукт будет интересен этому человеку. Таким образом, если вы, там, молодая девушка, да, которая посещает салоны, там, любит спа, безусловно, ей именно эта продукция уже целенаправленно будет приходить, реклама я имею в виду, да. Если мужчина, допустим, спортсмен, то, конечно, ему будут приходить, там, условно, спортпит и прочее, и прочее в соцсетях уже встроены такого рода специальные инструменты. Вот насколько, вроде бы безобидно, да, но с другой стороны, это без согласия обработки данных, да, и все-таки вот пытаются таким образом на нас влиять, воздействовать, использовать эту информацию. Ну, это неплохая мысль. Вот вы, да, прям дали вот такое, как бы, направление, чтобы поразмыслить в этом смысле. Вот смотрите, вот что касается психологии, психологов и ученых, и практиков, наша какая основная задача? Мы же должны вот очень успевать отслеживать вот ту вечно меняющуюся объективную реальность, к которой субъект должен приспосабливаться. И поэтому, ну, она стала так интенсивно меняться, что и мы не успеваем отрефлексировать, что это, почему это, зачем это, хорошие стороны, плохие стороны. И вот, когда вот эта появляется вещь, вот мне какой вопрос интересует? Ведь много появляется челленджи, много, но почему-то одни исчезают мгновенно, даже как-то и нисколько не созрев, а некоторые прям набирают оборот. Вот это вот интересно, почему что-то оседает, а что-то, ну... Ну, может, это целенаправильно продвигают как раз-таки, да, по заказу тех же маркетологов, например? Вот вы дали хорошую мысль, пока вам ответить не могу, но как-то странно, как-то слишком закрученный маркетинговый ход. Я вам хочу сказать, у нас там в факультете психологии очень много есть более примитивных способов подсказать всякие эти хода. Это уж слишком как-то усложненный путь. Александр, ну, вот плавно Ольга подвела к тому, что все-таки челленджи, да, по-русски говоря, вызовов, действительно большое количество, абсолютно разных, начиная от безобидных, как характеризовали этот батл 2009-2019, и заканчивая достаточно травмоопасными, да. Вы, кроме того, которого мы оговорили, челленджи, еще в каком-то участвовали? Участвовать не участвовала, но читала много, видела, как они происходят. Ну, вот, допустим, может быть, слышали, не слышали, челлендж с луком, да. За 60 секунд нужно съесть наибольшее количество лука. Да, я представил именно оружие лука. Да, да, да. Нет, 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 это именно обычные репчатые. И проигравший втирает в глаза себе лук. А какой смысл? Смысл, ну, никакого. На слабо? На слабо. Ольга, вот мы плавно подошли к психологии современных людей, которые участвуют в таких челленджах. Разве это логично с точки зрения стандартной, нормальной человеческой психологии? Ну, вы знаете, раньше всегда было этого добра много в нашей жизни. Лука этого. Было всегда много этих нелепостей. Просто соцсети уж как-то сильно наизнанку. Вот, может, вы видели, Саша, недавно была такая картиночка, что до появления соцсетей раньше только в твоей семье знали, что ты дурак. Поэтому это из этой серии, понимаете? Поэтому этого всегда было полно. И бутылки там об голову били, или там кулаком забор там. Ну, вот я вспоминаю там парни... Ну, это мужские челленджи такие. Да, мужские, да, 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 да. Ну, те, которые были соцсетей, да. Мы основоположники всех этих вызовов. Вот. Поэтому, что здесь хочется сказать, что... Вот то, что сказала Саша, ну, очень напоминает мне подростковую такую... Эти вот игрищи, которые... Вот сделать какую-то нелепость, показать, что ли, свою браваду. Вообще за этим стояла какая-то тенденция хорошая. Ну, как всегда, вот с плохим материалом, с луком. Вот, понимаете? Можно же было присесть сто раз, там, сжаться сто раз. Да, но у нас сейчас, по факту, получается, десятки миллионов подростков до 50 лет, которые участвуют в этих учреждениях. А это мы их называем инфантильные личности, раз в них поведение похоже на подростковое. Это уже наша территория. Но это проблема общества? Можно ли говорить, что это проблема общества? Да, Саша, и с вами мы об этом неоднократно говорили, что что-то с обществом, какие-то есть вещи, которые нужно пересматривать, менять, ценности, зрелость, ну и все. Ну, впрочем, есть люди, которые с юмором относятся к такого рода челленджам. Я попрошу режиссера показать вот у нас на плазме несколько картинок, да, которые, ну, просто высмеивают этот челлендж. Да, вот, пожалуйста, у нас 10 лет спустя видно, не видно. Размер изменился С на 2ХЛ. Ну, здесь стабильное финансовое положение. Я не знаю, как это попало, это, наверное, монтажер, но понятно, да. ВАЗ всегда стабилен, 2107. Ну, собственно, сердца у нас, наверное, все-таки, Ольга, к последнему вопросу стали черствее, действительно. Ну, вот, продолжая, наверное, тему челленджей других, Александра, вот, как же он назывался, In My Feeling Challenge, да, слэш-моб, когда песню рэпера Дрейк, да, In My Feelings, ее, как бы, там, показывали мимически, выходили из машины и прочее. Но вроде безобидно, да, вроде даже интересно смотреть, но по факту уже было большое количество несчастных случаев и даже несколько аварий. Вот, вы, кстати, участвовали в таком? Нет, я и наблюдала. Ну, а по возможности стали бы или все-таки? Нет, нет, нет. Зачем? Это бессмысленно и могут быть последствия, скажем так, как и были, скажем так, после такого. Хорошо, а этот Ice Challenge, да, когда нужно было ледяной водой обливаться, слабо? Александра, слабо? Ребят, есть у нас ведро с ледяной водой? Не сейчас, давайте. Ну вот, я думаю, таким образом, наверное, челленджи у нас зарождаются, когда просто говорят, что слабо. Кстати, я вот вначале назвал вас инстаграмщицей, да? Вот есть какое-то, не уловил эмоции на вашем лице, но не кажется, что есть какой-то негативный подтекст в этом слове? Ой, ну, мне это не обидно, скажем так, как бы нормально, вот, но периодически люди, да, говорят, что вот человек, там, зависим от соцсети, вот он сидит в своем инстаграме, там, по 10 часов в сутки, периодически, да. Ну, условно, бабушки на лавочках не говорят, вон, инстаграмщица пошла, да, такой час? Да, да, раньше был наркоман, там, и так далее. Ольга, это так? Действительно, вот плавно перекочевали вот эти негативные какие-то аспекты, да, когда вот во дворах там говорили, там, так или иначе, на девушку или на парня, а теперь вот, может быть, принять негативный какой-то, оскорбительный подтекст и такого рода? Ну, если мы уберем, конечно, всякие вот эти интернет-зависимости, которые вот это отдельно там к какому-то такому поведению ненормальному относим, а вот тоже, насколько сейчас люди вовлечены в соцсети и инстаграм, то, конечно, это же та же реальность, что и раньше кто-то за поями читал книги, и мы, вот, я еще даже помню, когда мои родители жаловались, что их лупасили за то, что они читали под одеялом книжки с фонариками, то есть тоже родители считали, их родители, что это какие-то зависимости, что это такое, ой-ой-ой, и трата времени, и впустую, а это просто другая реальность. Ну, с двумя, я повторюсь, с двумя сторонами медалей. Есть в этом очень много полезного, развивающего, развлекающего, но есть, как всегда, и более грустные стороны этого момента. Ну, а где эта грань, да? Вот у нас, по сути, это стало ритуалом, да? Ты проснулся, себя сфотографировал, там, работаю, отдыхаю, я кушаю, там, я сплю, причем, я не знаю, как рука сама себя во сне фотографирует, но такое тоже бывает, действительно. Вот как не переходить разумную грань, и где она вообще? Сколько там, условно, фотографий в день или в неделю? Ну, вопрос этот очень сложный. Мы, в принципе, не способны отслеживать свои проблемы, любые психологические, не только зависимость компьютерную. Поэтому есть у нас критерии, как эту грань видеть. Как бы всегда сверять с другими. То есть спрашивать, ну, у друзей таких же и навряд ли, у родителей, как бы, у общества, у какая-то... Не перегибаю ли, да? Да, не много ли. И, ну, скажем так, у науки спрашиваем, да? То есть что говорит наука по этому поводу? Если мы, например, знаем, что три часа, четыре часа играть в компьютерные игры для ребенка, это много, это как бы, это наука так заявляет. Поэтому давайте слушаться. Вот. И здесь вот это вот мнение нужно брать извне, потому что всегда себе человек скажет, нет-нет, я немного, я нормально, ну, извините, как алкоголик. Он никогда не скажет, что он алкоголик. Понимаете? В общем, наливает, да? Александра, а вы сколько себе наливаете? Выкладываете фотографии, условно, в неделю, в день? Ну, примерно одну фотографию в два дня. Одну фотографию в два дня. Ну, то есть это, в принципе, на мой взгляд, это еще пока независимость, да, но тем не менее. Кстати, у вас, повторюсь, большое количество подписчиков, скоро будет 100 тысяч, если не ошибаюсь, да? Вот за это время, пока вы везете свою страничку в Инстаграм, были ли какие-то негативные аспекты, сложности? Вот те же комментарии, да, вот какое-то давление, может быть, да, травля, домогательство, господи. Ну, травли, домогательств не было. Периодически пишут разного рода мужчины, есть такое дело, вот, с разными странными предложениями, если честно. Но домогательств не было. Домогательств не было. Вот, ну, в связи с нашей ситуацией с Крымом, периодически бывают такие политические сообщения, вот, не очень приятные. А так, в принципе, ну, аудитория у меня достаточно позитивная, добрая, по большей части, поэтому... Ну, вот вас это не остановит, условно, вот какие-нибудь негативные аспекты влияния других людей на то, чтобы, там, заставить вас, условно, реже выкладывать фотографии, или, в принципе, отказаться от Инстаграм-жизни? Абсолютно нет. То есть, я понимаю, что всегда есть люди, которым что-то не нравится. Я не дала, чтобы всем нравится. Вот, всегда буду... Ну, это и доллар не всем нравится. Ну, да, 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 господа. Собираться и его. Ольга, да. Ну, действительно, Ольга, а если мы... Мы поэтому Александру сюда и позвали, да, в качестве подопытной Инстаграм-щицы все-таки, для того, чтобы психолог отследил вот эти тенденции. Вот, на ваш взгляд, зависимость в Александре, она присутствует или нет? Или, действительно, для нее это, в первую очередь, ну, реализация, самореализация и, ну, все-таки, финансовый какой-то доход? Ну, нет, нет, Сашу прям приятно и слушать, и видеть, и слышать. И фотографию, смотрите, даже перед эфиром успела глянуть, и поэтому сегодня у нее два человека добавилось. Потому что очень вы видели эти фотографии, какие красивые, да? Да, действительно хорошо. Так вот, и что хочу сказать, отметить, что вот она сейчас продемонстрировала в эфире, критичный взгляд, ну, к какого-то там рода, там, например, политическим смс-кам, там, а вот вы там Крым, ну, я могу себе представить, что там пишут. То есть вот она не... чрезмерной митильности нет, человек адекватно рассуждает о обратной связи. Это ее больше хобби, это вот та страсть, о которой я всегда говорю в эфирах, которая обречена на успех. Вот я вижу здесь совершенно здоровую, ну, инстаграмщику, чьицу, позволю себе это слово использовать. Да, Ольга, вот все-таки мнение психолога, подводя, наверное, итог нашей беседы, вот есть мнение, что за челленджами всевозможными кроется нечто большее, да? Вот мы работаем на соцсети, а это, по сути, своего рода вирус. Вот может ли этот вирус быть опасным для человека, мы уже, в принципе, определили, а как избежать такого рода последствий? Ну, это... Вы прямо в конце затронули очень большую проблематику, потому что, правда, проблем там очень много. Есть страшные челленджи, есть вообще вот эта зависимость, когда человек уже, ну, ничего не может... Кстати, многие же ориентированы именно на детей, на их психику. Верно, верно. Ну, потому что она более гибкая, и она более управляемая и манипулятивная. Поэтому проблем очень много со всеми этими вещами. Но то, о чем мы сегодня заявили, в принципе, мы именно об этом говорим более в позитивном ключе. Вот этот челлендж 9.19, как-то вот он менее из всех существующих, ну, наиболее безобидный, я бы так сказала. Александр, ну, вы, наверное, совет напоследок, да, начинающим деятелям Инстаграма, да и, в принципе, обычным людям, как стать успешным, да, в социальных сетях, иметь большое количество подписчиков, выкладывать качественный контент, но в то же время не попасть в эту зависимость. Совет. Снимайте, экспериментируйте, выберите для себя любимую, красивую тему, которая вас цепляет, скажем так, да, и искренне об ней пишите. То есть все будет хорошо. Найди любимую работу и не работай больше никуда. Ну, в любом случае, как бы там ни было, уверен на смену, этому челленджу придет другой. Впрочем, ничего зазорного в этом нет, чтобы делиться своими какими-то воспоминаниями, своим успехом, своим опытом. Главное, чтобы это не переходило грани и не навредило нам самим. Дамы, я благодарю вас за беседу, вам успехов. Зрители, я благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же время в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин